Приветствую, друзья! Что я вам хочу сказать? Вот мне приходится многим помогать психологически, советы давать, поддержку делать. И что я заметил? Что бросается в глаза у людей, которые попали в какую-то ситуацию? Например, перенесли ковид или стресс какой-то перенесли. И вот они ко мне обращаются. В первую очередь я что наблюдаю? Я наблюдаю страх в глазах. И вот этот страх, который у них... Вы представляете себе, человек попал в эту ситуацию, он вышел из нормы, как говорится. У него нет привычных пониманий, что надо делать, как делать. Он растерялся, и в этот момент у него страх и неопределенность, и в этой неизвестности он как над бездной. И он каждую секунду думает, что он сейчас упадет, что он взорвется, что у него что-то остановится, что что-то испортится, что он умрет. Ну, страх смерти. Ну, постоянно вот это ощущение страха. И оно разгоняет, оно разгоняет адреналин, у него подскакивает давление, может быть, у него спазмируют сосуды, в клетки мозга не попадает кислорода, он ненормально дышит. Он в таком состоянии находится. Я смотрю, даже когда пытаются нормально говорить, вот я сейчас разговаривал с одной женщиной, она после больницы, она после ковида, она уже дома, она уже делала волну, мне говорит, но ей ничего не помогает, схватила, говорит, между лопатками там и поясницей. И она говорит, как мне быть, я не знаю, как быть, и страх. Вы представляете, мне в первую очередь хочется ей сказать, успокойся. Успокойся, пожалуйста, успокойся. Еще раз успокойся, потому что ты сама себя накручиваешь, поэтому у тебя адреналин, поэтому у тебя мобилизация, перенапряжение, а перенапряжение вызывает скованность, боль и так далее. Я говорю, отпусти себя, отпусти, поэтому волна нужна, отпусти себя и делай вот так. И делай, как приятно, кому-то так нравится, кому-то так нравится, кому-то так нравится, отпусти себя и вот поверь мне сейчас. И тот, кто меня смотрит и слушает, поймите, что если вы нашли приятное, приятное повторяемое движение, на этом воне переживаете, о чем переживаете, пускай будет страшно, но если вы соединили свой страх, свои переживания с приятным колебанием, то там, смотрите, доза времени, если вы так делаете, делаете, делаете полминуты, может быть, ничего не меняется, но если вы делаете минуту или делаете больше, но в условиях по зеленой зоне, экологичной, то есть по приятной для вас, приятном ритме, если вы делаете так, как вам легче, как приятнее, свободнее, естественнее, то через 2-3 минуты, 4 минуты или 5 минут вы выходите из этого страха, вы выходите оттуда, там количество переходит в качество, а вот это понятие, это понятие продолжительности действия, это понятие дозы, ну да, ну как алкоголь, но вы рюмочку выпили, ничего не чувствуете, второй выпили, ничего не чувствуете, третий выпили и уже встать не можете, я же об этом говорил, количество переходит в качество. И трудно человеку, который в страхе, объяснить это логически, потому что это надо сделать практически, именно, именно, переживать, бояться, думать о неплохом и не стараться прогонять мысли, но делать это на волне, на приятном для вас колебании. Как мама, повторяюсь, я как-то говорил в роликах, подбирает ритм покачивания ребенка, как бы он не плакал, она ему подберет ритм, он успокоится, тоже доза нужна, подбор ритма осуществляется, она подбирает ему, так как ему приятнее, потому что если она не в попад будет делать, вот так вот, он еще будет больше плакать, поэтому, когда вам страшно, когда вам плохо, а вы еще походу можете ушки размять, ушки размять, да, я показываю в роликах, смотрите бесплатные ролики, там есть у меня, называется, целебный ролик, потом есть ролик, который называется, целебный ролик номер два, там есть одно минутное ключевое дыхание, всего одну минуту, и потом волна, и потом подсказки, что можно делать, как тело вам подсказывает, может быть там плакать хочется, может быть там хочется потянуться, может потрястись, может поплавать, может как будто вы на коне или как будто на лодке веслами гребете, ну и начинайте с простого, там есть что-то болтает, там есть... Вы посмотрите ролики, кто первый раз сюда заходит, это помощь, это поддержка, это точка опоры, это совет, который крайне нужен сегодня многим людям, которые попадают в ситуацию неопределенности, из-за проблем организма, или проблем завтрашнего ожидания негативной ситуации, или еще чего-то, друзья, мы ждем все за руки, друзья, и вместе у нас все получится, вы даже представить себе не можете, когда люди вместе, что они могут сделать, в горы свернуть, вы представить себе не можете, я это много раз видел, и сейчас так будет, до встречи.